Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Сегодня мы возьмем наше первое интервью в нашем расследовании, исследовании вот такой индустрии как веб-сериала. Это автор, режиссер, исполнитель главной роли и сценарист Эльдар Шабанов. Вообще архитектор по образованию архитектурный институт, архитектурных жилых и общественных зданий и параллельно в учебе институте я стал работать в кино как художник, ассистент, художник, постановщик, а потом сюда проходил разные курсы и начал снимать свое кино, режиссер в начале, в 2010 году. Ну и теперь, то есть автор, режиссер короткометражек, да, несколько работ уже вышли на короткометражных. Вот мне в принципе первый вопрос, почему после короткометражек вот следующий проект был веб-сериал? Ну, потому что мы ищем параллельно деньги на полнометражное кино, а веб-сериал это очень хорошая форма, даже те короткометражки, которые мы сняли, ты снимаешь их и они ездят по фестивалям, ну какая у них жизнь в основном, это фестивальная жизнь, потому что прокате это маленький жанр и только через два года ты получишь фидбэк от местного зрителя, правильно ты делаешь, что людям интересно, а тут ты можешь веб-сериале, ты можешь исследовать темы новые, такая лаборатория у нас, можешь и какие-то темы, и язык искать, и пробовать с разными актерами работать. Немножко можешь рассказать о самом веб-сериале, веб-сериал называется Трезвоз? Да, веб-сериал Трезвоз, это история о сценаристе-неудачнике, страдающем алкоголизмом, который устраивается для того, чтобы выплатить деньги за аренду, устраивается работать с Трезвозом, ну и чтобы не пить параллельно еще. И в каждой серии разные истории, которые, вообще это истории и сериал о жителях, о такой, креативном классе Алматы. Вот, и в каждой истории, какая-то отдельная история, которая приводит к тому, что вызывает Трезвозодитель. Трезвоз это что такое? Трезвозодитель. Это как? Сам веб-сериал он для какой платформы? Для ютуба, да? Вот сейчас он выходит на ютубе. Сейчас на ютубе, да. То есть примерно мы можем предположить, как ты видишь вообще зрителя твоего сериала? Кто это такие? Кто эти люди? Наверное, это тоже таки, жители Алматы или городов, другие, кому интересно. Креативный класс? Да, креативный класс, но те, кто сидят в ютубе. Но мы хотим расширить как раз аудиторию, наверное. Мы точно сейчас, мы работаем над тем, переводим на английский и на казахский язык, чтобы другая аудитория, которая, например, нерусскоговорящая, смотрела, что ее тоже очень много, она интересуется новым контентом. Вот, но в основном, да, это городские жители, которые, а может быть, да, и жители из деревни, которым интересно увидеть, чем он там занимается. Храновый траж, это до 10 минут, да? Да, до 10 минут. Хотелось 7, но как-то что-то мы не поместились. Поместились в 7 минут. Вы правильно понимаете, то есть этот сериал вы снимаете, ну, то есть без денег, да? Да, это такой челлендж независимого кинематографистов. Плюс, что ты сам придумываешь и контент, поэтому сценарий меняется, живет, мы получаем фидбэк, вот первые три серии сняты, выпущены, мы получили фидбэк, сейчас немного изменяем структуру и, ну, не структуру, структура у нас, как бы, общая на сезон есть, а тут мы меняем наполнение персонажей, поэтому, вот. Ну, вот, команда, которая, ну, вот, работает бесплатно, каким образом удается, как бы, их привлечь, заинтересовать, что, условно говоря, они получают? Ну, у нас есть, потому что, больший костяк команды, основной, это вот я, мой брат, оператор, это, да, родственники. Классные, классные, классные казахские. Ну, у нас продакшн, да, наша департнент продакшн компания, мы, как раз, такой семейный бизнес, в смысле, вот, Юлия Левицкая, наша мама, и она у нас сценарист и продюсер креативный, и я режиссер, тоже сценарист, и Диас, он такой у нас тоже технический директор и оператор, поэтому, это, вот, основной костяк, у нас еще партнеры, а Юсинема, вот, как раз, WarKino, где мы находимся, которые нам техническую поддержку оказывают и тоже снимаются, ну, потому что, вот, основной костяк наш, есть еще, вот, мы сейчас в поиске, конечно, звукорежиссеров, звук очень важен, а мы, вот, да, сами справляемся, актеры все готовы сниматься бесплатно. Сколько человек вот этой малой группы без актеров? Без актеров? Ну, наверное, 5-6 человек. 5-6 человек, вы справляетесь, 5-6 человек. Да. Можешь рассказать о том, как, вот, при написании сценария, то есть, есть ли, ну, какие-то особенности, по сравнению с теми же короткометражками или, не знаю, там, с каким-то опытом при полном метре, ну, при написании сценария именно веб-сериала? Ну, технология все равно, отчасти, потому что, так как это сериал присутствует в названии, есть все равно, ты должен придумать общую, вот, сейчас мы как раз в процессе формирования общей библии сериала, каких-то правил, там, игры, по каким он будет жить, персонажи. Вы, получается, у вас есть основная идея, основная линия, персонажи. Да, есть основная сюжетная линия. Есть еще, ну, есть какие-то стилистические, как раз мы вырабатываем, чтобы, или, может быть, уменьшить хронометраж, сколько должно быть там, не знаю, сколько персонажей можно показать, показать, сколько сцен может быть, сколько локаций мы можем снять в одной серии, чтобы это, потому что мы планируем, и у нас почти все серии мы снимаем в один день. Некоторые больше снимали, полтора, там, но, в основном, мы хотим, чтобы каждую серию занимала съемки один день всего. Поэтому это тоже технический такой момент. Вы снимаете это последовательно, да, то есть, одну серию вы снимаете, там, один день, например, блока вы не снимаете, например, там, три серии, и там, сцены разбиты по локациям, ну, например, не исходя из локаций происходит. Нет, не исходя, потому что у нас меняется, мы стараемся и менять локации, заявлять разные другие места, поэтому у нас они всегда новые, может быть, они будут повторяться, но пока не было такого, чтобы они... Ну, еще связано с тем, что, наверное, у вас такой более вертикальный, да, сериал, то есть, основной герой, отрезаводитель, и в каждой серии происходит отдельная история с отдельными актерами, или как это будет развиваться дальше? Я вот сужу по трем сериям, потом уже лучше. Ну, такой вертикально-горизонтальный он, скорее, да, потому что все равно есть истории главного героя, и многие за ней следят именно. А остальные истории — это просто отдельные истории креативного класса. Вы, например, снимаете этот сериал. Давай рассмотрим так, идеальный сценарий, да, что произойдет, ну, там, после или во время этого сериала. Вы, например, снимаете сериал, он веб-сериал, он классный, кроме того, что вы привлекаете всей внимания для того, чтобы, например, снять полный метр. полнометраж из этой же идеи или вообще показать что вы как бы творчески можете да то есть протестить интерес зрителя получается протестить себя конечная цель это съемка полнометражного фильма или что-то еще какой-то какой идеальный сценарий был бы ну если бы все все получится все получится так как вы хотите я привык думать наоборот о самых худших сценариях а в идеальном нет этот у нас она сама этого такая лаборатория что это и челлендж и лабораторию что мы пробуем новую форму и пробуя работу с разными актерами это очень хорошо что можем за сериал по работе большим количеством он Потому что до того, как мы сняли «Сэкстра Хагамбургер», я там два года вообще не снимал как режиссер. И чтобы себя держать в тонусе. Я не знаю, согласишься с моим мнением или нет. Как мне кажется, разница между веб-сериалом и короткометражкой. Что продаем в сериалах, скажем так, не только веб-сериалах? Мы продаем, кроме героев и так далее, этот мир. Созданный мир, например, трезвого водителя. Он уже у вас какой-то такой, как ты говоришь, креативный класс. Немножко так размеренно все двигается и так далее. И если людям этот мир нравится, они хотят в этом мире быть дольше. И тогда, грубо говоря, ты можешь, пока он интересен, ты можешь бесконечно придумывать истории из этого мира. У меня такое мнение, что ты думаешь по этому поводу. Ну да, я согласен. Еще, кстати, не сказал, что помимо того, что это просто креативный класс, мы показываем, что какие-то темы, о которых не принято говорить. Ютуб-площадка, что ты можешь и, не знаю, и нецензурную брань. Это дает возможность. Темы затрагивать, которые, например, на центральном телевидении не покажет никто. Да. Нина. Что? Здесь люди вокруг. Пусть смотрят и забегут. А вы почему сами машину не водите? Денег столько тратите? Я не умею. И потом меня мой олень возит. А по поводу, да, создания мира. Ну, я согласен отчасти, что ты продаешь мир, а еще ты… Вот те персонажи, если люди привыкают к ним, да, им интересно следить за их жизнью, ну, это, может быть, относится как раз к миру. А еще отличие, мне кажется, в том, что все-таки это, да, это долгая история. Что короткометражный фильм – это просто проба отдельная, она, может быть, не связана ни с чем. Тебе не нужно разрабатывать там кучу персонажей, придумывать эту долгую арку для героя, куда он будет двигаться. Потому что, если ты уже, не знаю, из нескольких серий подсадил зрителя героев на твой мир, то тебе же нужно дальше его не обмануть и все придумывать. Ну, кроме того, мне кажется, что короткометражка – это история для режиссера больше. Ну, такая, как шоу «Рилл» показывает режиссера. Ну, мне так кажется. Ну, да, наверное. Может быть, меньше для сценариста, например. Ну, конечно, при гениальной короткометражке, при гениальной постановке, гениальный сценарист, то есть это продвигает всех, ну, скажем так. Но в короткометражке, у меня такое ощущение, что это больше нужно режиссеру. Потому что, ну, там, сценарист короткометражки еще не факт, что напишет… Не, оператор, да, конечно. Ну, я имею в виду из этих двух творческих… Актеров? А, из сценаристов, режиссеров, ну, скажем так, продюсеров. Ну, продюсеров, мне кажется, вообще за рамками этого. Вот. То сценарист, ну, то есть написал классную короткометражку, еще не факт, что ты можешь написать классную, например, полный метр. Режиссеры, там, все-таки, например, продюсеры смотрят какой-то там почерк, там, какое-то видение, взгляд, работу с актерами, там, и так далее. Они могут, например, привлечь его в какой-то уже готовый проект, в котором, там, ну, режиссер может, там, вклиниться в проект и, там, как сказать, внести свою лепту, там, определенно. Ну, как бы, я опять просто потихоньку, незаметно опять ратор за веб-сериалы, который постоянно об этом говорил в этом видеоблоге. У меня такой вопрос тебе про актеров. То есть актеров вы привлекаете, ну, тоже родственников или, ну, насколько у вас много родственников, которые… или они не снимаются бесплатно? Родственники. Нет, ну, ты сказал, что группа у вас… Как я спросил, как вы собираете группу, не без бюджета, ты сказал, что у вас много родственников. Вопрос по актерам. Да, да. Ну, кроме того, что ты в главной роли снимаешься. Да, ну, это производственная необходимость, потому что тяжело привязываться к актерам, к графику. Да, они снимаются тоже бесплатно, потому что им интересно. Кому-то, кому-то, кто-то снимается в одной серии, потом он видит результат, ну, если ему просит или что-то поменять, или ему не понравилось, он говорит, ну, мы меняем, вот поэтому он живой, и ты меняешь, например, сюжет, тебе приходится убирать этого. А какой-то актер и персонаж понравился зрителям, и они, наоборот, заинтересовались, и ты добавляешь его линию, развиваешь. Поэтому, ну, интерес к актерам тоже, да, как-то. И попробовать что-то новое, как я цепляю актеров, чем… Ну, ты используешь… Что-то новое попробовать, попробовать, поработать и со мной, и попробовать какие-то интересные роли, материал, который тоже, о чем я говорил, что темы, которые у нас не принято обсуждать. Но ты берешь профессиональных актеров? Это такой микс, потому что есть… И почти в каждой серии есть профессиональные актеры, есть люди, которые… Непрофессиональные актеры, есть люди, которые вообще никогда не занимались, но они очень интересные, и мы их берем. А ты уже установил приложение с пунктами приема мусора? Нет. Ну, ты что? Надо? Кому это надо? Нашим казахам. Они, по-твоему, будут мыть бутылки перед тем, как их выбросить в бурну, блядь. Вопрос про, ну, про то, что ты снимаешь головную роль, кроме производства необходимости. Я так понимаю, ну, там, как продюсер, да, то есть я с этим, бывает, сталкиваюсь, когда мы снимаем какой-то сериал. Ну, в наших казахстанских реалиях неожиданно говорят, что будет продолжение, да. Ну, не так часто, то есть это, наоборот, не закономерность, а как бы, скорее, исключение. Вот. То у нас стоит вопрос зависимости от актера. У меня прям был случай, когда актриса забеременела, нам надо было второй сезон с ней снимать. Но я хотел спросить, то есть правильно понимаешь, что кроме такой производства необходимости еще, то есть не зависеть от актера, главного героя этого, грубо говоря, сериала, в котором, ну, снимаете ли вы, если, тем более, вы снимаете вот так вот серию, там, в один день, не снимаете целым блоком, целым сезоном, то это тоже одна из причин, почему, ну, ты играешь главные роли. То есть самый лояльный актер, которого вы нашли, который точно будет играть, когда вот захочет становиться и продюсер, да, то есть это ты, правильно понимаю? Да, правильно, потому что, ну... Как ты думаешь, как вот в дальнейшем это можно избежать? Ну вот, рано или поздно же ты не будешь всегда себя снимать, по идее. Не знаю, искать, пробовать, наверное, просто я еще не нашел такого актера, который бы и был, наверное, и не найду, который постоянно свободен, но это не может, это, к сожалению, у нас в стране запрещено. Или к радости, нет, к радости, конечно. Работа-торговля существует, но насколько она есть в киноиндустрии, она точно есть в киноиндустрии, но... Почти весь состав работает, да, заради идеи в кино. Не знаю, как будем, пока ищем, поэтому я сам снимаюсь, мы не нашли такого способа. Одна из проблем, потому что мы снимаем без бюджета, мы снимаем независимые сами, а если бы у нас был бюджет, то человеку легче найти график, почему он бесплатно будет уделять нам внимание, джектовый тем, что приносит ему на что плен. Если, наверное, будет бюджет... А ты думаешь, когда-нибудь в веб-сериалах будет бюджет? Думаю, да. Ну, у них есть, у каких-то сериалов уже бюджет, даже веб-сериалы, которые хотя бы окупают производство туда. Это уже есть, но... У нас? У нас в Казахстане. Или там на русском языке? Да, на русском языке есть, да. Ну, это, возможно, в русскоязычном интернет-пространстве? Или же, ну, там, мы можем ли это в рамках страны, ну, там, читать? Нет, в рамках страны, мне кажется, что мы можем. Ну, тем более, у нас бюджет не такой большой у сериала. Ну, ты примерно можешь рассказать, сколько может стоить серия такого сериала, как у вас, если платить всем не так, как они хотят, а так, как, ну, приемлемо? Ну, на уровне, когда мы вот как раз только представляли в декабре эту идею сериала, у нас стояло где-то тысячу долларов за одну серию. 11 тысяч был за сезон. Ну, я думаю, это приемлемые деньги, что ты сможешь что-то заплатить за съемочный день. Вышли три серии сериала «Трезвоз». Как сейчас с просмотрами, что вы что-то делаете для того, чтобы продвигать? Ну, или пришли к каким-то выводам, может быть? Ну, пришли к выводу, что надо продвигать? Надо продвигать в YouTube. Да, надо продвигать в YouTube. Ну, везде, потому что мы на Rootube тоже выложили. И вот как раз я говорил, что мы дублируем их на… Не дублируем, а делаем субтитры на казахском и английском параллельно, потому что тоже важная часть аудитории, которую ты можешь продвигать на зарубежных каких-нибудь. и даже посылать на… Потому что очень много сейчас появилось, даже, как мы говорили, в фестивальных судьбах, появилось много фестивалей веб-сериалов, которые просто необходимо сделать субтитры на английском. Мы как раз делаем сейчас, чтобы послать на фестивале. Просмотров немного. Ну, потому что у нас сам канал не раскрученный. Это один из причин, почему мы стали снимать, чтобы набрать аудиторию. Вот сейчас мы как раз будем наполнять контентом. Я еще свои видео-дневники буду опять возобновлять, постить там каждый день. Такой челлендж будет, чтобы каждый день у меня был. Если нет, то я себе буду наказывать. Ну, это круто. И говорите кому-то деньги. Прямо то, за что я тоже как бы очень сильно болею. Мне кажется, что всем придется это делать. Не то, что там хочется. Мне кажется, рано или поздно всем, даже не творческим профессиям, придется делать свой видеоблог или текстовый блог. Получается, сейчас вы пришли к тому, что нужно продвижение на самом ютюбе или на руде? Да, нужно продвижение. Но, скорее всего, нужен, конечно, человек, который тем лучше в этом разбирается. Потому что мы его пробовали. Но это нужно вникать, потому что мы сконцентрированы и мы хороши в том, что мы можем снимать этот продукт. А продвижение это отчасти мы умеем делать, но все равно лучше, когда это делают профессионалы, потому что будет больше и быстрее. А как ты считаешь вообще, то есть потенциально, ну вот если так брать, например, если был бы раскрученный какой-то канал, да? Сейчас трудно назвать какие-то каналы с веб-сериалом. Они есть на русском языке. Некоторые даже не знают, что это веб-сериал, наверное. Условно говоря, какая бы цифра по просмотрам ты посчитал, ну, как бы справедливый, скажем так. Если в рамках, например, казахстанского ютуба. Это все зависит от контента. В нашем сериале. В принципе, даже те просмотры, количество просмотров, как у Ерденовского, я думаю, это было бы хорошо. Потому что у него для более широкой аудитории контент. А у нас более узкое. Это 20 тысяч лет? Да, я думаю, это было бы уже хорошо. Многие пишут, многие говорят. И я вот тоже один из сторонников такой. Это даже не теория, это как будто бы очевидность. Потому что сейчас происходит какой-то переломный момент в связи с появлением стриминговых платформ, в связи с тем, что прокат в определенном степени все более становится очень нишевым, аттракционным и так далее. Все больше людей смотрят мало экран. И все компании, все корпорации большие, все открывают свои студии. Вот каким-то видишь будущее не для больших корпораций, не для всего мира. Не то, что там Netflix увеличится в 5 раз, у него будет еще больше денег. А вот для таких небольших контентопроизводителей в игровом формате, например, как мы, какое будущее будет у нас? Вот твое мнение. Тяжело судить о том, что в общем будет у каких-то независимых небольших компаний. Как всегда, кто-то будет первым, кто выстрелит на несколько компаний, которые будут тоже ведущими на слуху. Потому что зрители будут привыкнуть смотреть их контент и будут постоянно следить, как вот есть там, сколько там, 10-5, например, вайнеров в YouTube, которых все смотрят, без разницы, что они выпускают. Все привыкли уже видеть их. Я думаю, также будут какие-то компании, которые производят как независимые продакшн-компании, типа там, не знаю, в России в той же был, сколько, 20 лет назад только появился Базилевс. И он сейчас просто один из тех, кто люди сходят смотреть их. Ну, это из индустрии кино просто пример. А у нас тоже, я думаю, в YouTube появятся какие-то производители, за которыми будут следить люди. Ну, сейчас вот самая главная проблема – монетизация. Нет, сейчас самая главная проблема, конечно, это классный контент, да, ну, как бы, мы вроде как бы считаем, что он может быть, но его и сделаем. Для чего? Да, монетизация. Ну, сейчас же инструменты пока не выровнены, да, у нас, ну, скажем так. Ага. Ну, то есть даже если у тебя наберется сейчас серия миллионов просмотров, что будет, ну, наверное, для веб-сериала будет очень круто, это будет очень большое достижение, ну, там, ты там 200 долларов получишь, скажем так, YouTube, ты можешь размещать какую-то рекламу, это может дать тебе еще, там, условно тысячу долларов, да, от рекламодателя, ну, там, не знаю, тысячу-две, что-то еще. Причем веб-сериал уже тяжелее это все интегрировать, да, как бы, рекламные, вещи там. Можно на уровне продукт-плейсмента, но это же еще до того, как проект запустится. Ну, сейчас развиваются платные подписки на стриминговые платформы, вот, и есть вот YouTube рекламная модель. Вот как ты думаешь, вот у нас, как бы, в будущем, вот ты производишь, например, классный веб-сериал, который уже узнают люди, да, там, ты будешь зарабатывать, например, с рекламы, с YouTube или, там, не знаю, продавать на стриминговые платформы, у нас появится какой-то свой казахский Netflix или, там, русский Netflix или же, ну, какие-то еще, может быть, какие-то донаты. Да, у меня больше близко, и, как бы, идея мне нравится, то, что как раз, или подписки, но хотя это тоже такая странная, это лучше подписываться на какие-то большие, много контента разного в Netflix, там, куча разных жанров и фильмов и сериалов. А здесь классно, ну, донаты, мне кажется, тоже хорошая вещь, потому что и людям, которые интересно, они готовы пожертвовать, поддержать, так же и работают все эти платформы, не только с кино, это работает, мне кажется, потому что тут нужны небольшие суммы, и каждый может пожертвовать сколько хочет, прям будет голосовать рублем, давай снимать. развивается эта культура, ну, платить за контент добровольно. Ну, вообще, да, не, мне кажется, вообще это хорошая вещь платить за все, что ты получаешь. Расскажи, пожалуйста, коротко о вашем вот питчинге, о концепте, который уже пятый, да? Четвертый. Четвертый концепт сегодня будет проходить, скажи, пожалуйста, коротко об этом мероприятии. Ну, это платформа, площадка для того, чтобы как раз, чтобы контент улучшился, о чем мы говорили, нужно как раз познакомить, как нам казалось и кажется. Все еще, что нужно, ну, и как мы видим, что это как раз работает, нужно знакомить производителей тех, кто как раз и ищет контент и производит продюсеры какие-то, с теми, кто производит его, сценаристами, режиссерами, тем, кто может произвести и создать контент. И помимо этого еще с людьми просто, потому что мы сами сталкиваемся с тем, что ты ищешь, вот наше полнометражное проект, ты ищешь к продюсеру, с кем будет сделать проект. А тут мы захотели создать место, куда приходили те, кто создают контент, те, кто предлагают контент, фильмы и место, где как раз может зародиться там проект новый. Кажется, это начинает работать и мы видим отзывы и слышим от людей, которым очень круто, говорит, интересно, спасибо, мы там познакомились, мы сейчас работаем, какие-то новые идеи придумывают. Круто. Ну, я уже говорил, я считаю, что это очень классная идея, хорошо, что кто-то нашелся, кто это делает. Потому что много проектов, много какие-то, есть отдельные там кинорынки, питчинги в рамках фестивалей, которые в Евразии, в Астане теперь, в Аматы фильм фестивалей сейчас есть. Но они раз в год проходят. А проектов-то больше нам много, чем 10 проектов, которые могут... Ну и потом форматов тоже больше, весьма малой формы. У нас есть и веб-сериал ТВ, есть еще короткометражное кино, и еще кино Ассорти, где просто актер может презентовать себя всем продюсерам, режиссерам, актерам, или операторам, художникам. Ну вот этот кино Ассорти, мне кажется, очень недооцененная штука пока. Мне кажется, завтра у вас будет отдельное мероприятие по кино Ассорти. Если бы вы еще снимали ее, то, мне кажется, было бы вообще... У нас есть в планах, что это нужно все и снимать, так как это еще только зарождается, мы тоже ищем. Но отдельно, видите, это не очень удобно, потому что тут хорошо, что все приходят как раз и продюсеры, и режиссеры именно презентовать свои проекты, послушать... А тут мы как раз их... Я бы очень имел в виду, что их будет так много, что придется выделять отдельное... Нет, конечно, сейчас удобно, каждый приходит со своими целями, и каждый, ну как бы, хотя бы, мне кажется... Понятно сделать, что все читают книжки, все где-то работают, все что-то делают. Но мне кажется, вот как я, вот мое ощущение, вот я был на трех мероприятиях, каждый раз после этого мероприятия выходит с какими-то выводами. Вот я, например, очень... может быть, я потому что не закоренел киношник, может быть, я многих вещей не знаю, я прямо много узнаю, ну, очень много из психологии, например, тех же, ну, людей, там, творцов, там, и так далее, так называемых киношников, вот. Ну, я хочу пожелать, чтобы в дальнейшем у вас все было круто, ну и много просмотров твоему сериалу. Спасибо большое.